Доброго времени суток! Хотя не особо доброе время суток, все-таки с вами Данила Рыжкин и сегодня 26 марта 2018 года, день когда скончался Мавроди. Но в этом выпуске мы поговорим о трагедии, которая произошла 25 марта в Кемерово. Горел торговый центр и пострадали дети, были потеряны дети, умерли дети. И в данном выпуске хотелось бы затронуть два главных вопроса, кто виноват и что делать. И не только затронуть их, но и ответить на них. Я заранее извиняюсь перед своим зрителем, перед вами за большое количество мата и эмоций, потому что у меня слишком подгорело в конечном итоге от всей информации, которая пришла ко мне по поводу данного события и я не могу молчать, и мне нужно высказаться, ответить на данный вопрос и расставить все точки над И. Итак, давайте начнем. Кто же виноват? Есть, как я считаю, и это неопривержимо, как я считаю, два виновника данной трагедии. Первый виновник это управляющая компания торгового центра. Управляющая компания, которая допустила такое. Управляющая компания, у которой были закрыты двери запасного выхода. Управляющая компания, которая допустила, что их сотрудники закрывали дверь на ключ. И вот давайте даже немного отстранимся от пожара. Предположим, мы просто смотрим кино в запертом помещении и захотели в туалет. И мы, блять, выйти не можем, потому что какие-то ебанутые сотрудники закрывают, потому что их нахуй никто не контролирует, а им посрать, блять, на все на это, потому что они получают ебаные копейки. А тут, блять, пожар. Поэтому управляющая компания виновата. И все тумаки должны, блять, лететь им. Да, понятное дело, правительство сейчас будет разбираться, пострадавшим семьям выплатят деньги, но серьёзно, деньги, никакие деньги никогда не заменят ребёнка, никогда не заменят человека. Я вам представляю, что если бы мой ребёнок так горел и звонил бы мне и говорил, папа, мы тут горим, задыхаемся, я вас люблю, я, блин, ничего не могу сделать, ребёнок ничего не может делать, правительская компания вообще хуй на это положила, я бы, блять, убил весь совет директоров или кто там сидит в чёртой матери. Да, бы потом сел в тюрьму, но хоть чуть-чуть бы получил удовлетворение, потому что от денег я бы удовлетворения, ну, не получил. Там, как бы, человек умер, которого я создал. Но не суть. И второй виновник, это идиотизм. Это идиотизм, который живёт в головах россиян. Идиотизм, который позволяет до сих пор существовать в зоне комфорта только в рамках квартиры. Ведь у россиянина зона комфорта это его, блядская, квартира. Потом он выходит на вечную площадку и влёгкую оставляет мусор. Он идёт по улице и влёгкую блюёт на неё, если ему немножечко плохо. Он идёт на свою работу и херово, блять, её делает, потому что ему наплевать. И вот это вот самое ужасное. И давайте сейчас всё это суммируем и подытожим. Подытожим весь этот идиотизм. И знаете, почему это всё-таки идиотизм? Потому что после того, как произошёл этот случай, по всем остальным торговым центрам естественно были брифинги, что а давайте посмотрим, как у нас тут всё устроено. Откуда я это знаю? Ну, потому что мне коллега рассказала, что у неё муж то ли владелец какого-то там магазина, то ли работает в магазине, в общем в торговом центре. Им показывают на этом брифинге 6 дверей, 3 из которых всегда закрыты. И они задают вопрос, а почему они закрыты-то? Ну, потому что так надо, отвечают люди из управляющей компании и, блять, уходят. То есть вообще поебать. То есть всё загорится, будет только 3 выхода, ну и, блять, ну поебать. Это да, это пример, конечно, для всех. А вот сейчас пример для всех. Вспомните школу. Вспомните школу и как проходили эвакуации. То есть, ну, когда якобы идёт пожар, когда всех собирают, все выходят через что? Через запасной выход, да? Но он перерыв... Но в другое время-то этот выход закрыт. Он закрыт. И когда дети обратно входят в школу, его опять же закрывают. Потому что это всё подготовленная акция. А если это не будет подготовленной акцией? Если действительно загорится школа, то что? Все побегут, естественно, в центральный вход, там будет толкучка, будет потеря времени и, скорее всего, потеря людей. Потому что в панике никто не будет бегать и искать ключи от запасного выхода. Вахтёр вообще первый сбежит. А в некоторых школах выходы вообще заложены старой мебелью. То есть настолько, блядь, всем плевать. Плевать и жирным тварям в торговых центрах, которые получают деньги просто с людей, потому что люди несут туда, блядь, деньги. Плевать, блядь, администрациям, школам, муниципалам. Плевать, блядь, всем. Потому что зона комфорта. И вот кто виноват. Вот, блядь, кто виноват. Управленцы, блядь, которые дошли до этой должности, сидят, блядь, шируют и ничего не делают. И вот развивает этот идиотизм. Ну и что делать? Надо ответить на вопрос, что же делать всё-таки? Вот в такой ситуации, которая сложилась, что нам, блядь, россиянам делать? Есть две дороги, и по каждой мы должны пойти. Первая дорога это скинуть денежные средства людям, которые пострадали. Фонд Российского Красного Креста города Кемерово. И я сейчас, блядь, не шучу. Да, я впервые призываю скинуть денежные средства, хрен знает куда. Я вот, жадная мразь, которую евреям на Ютубе называют, да, я говорю скидывать. Прикиньте, я даже сам скинул. Вот вам скриншот на видео, то, что я делаю перечисление фонда Российского Красного Креста города Кемерово. Жертвам дано пожаром, потому что для меня это настолько выпиющий случай, что людям плевать, что я вот хочу поучаствовать, я хочу помочь. Да, вы сейчас не видите сумму, которую я скинул, но это не важно, один рубль, десять рубль, сто рублей, тысяча рублей. Не важно. Главное, поучаствовать. В стране 160 миллионов. Если каждый скинет по рублю, это 160 миллионов. Да, опять же, деньги, они не скрасят трагедию, но они хотя бы помогут хоть как-то восстановиться хоть чуть-чуть. И по этой дороге мы должны пойти и должны поддержать это. И не только для того, чтобы именно поддержать, а чтобы создать резонанс, что люди видят это, они возмущаются и они помогают. Мы все-таки один механизм. Потому что власть, ну что она, скажет пару громких слов, кого-нибудь там уволят, выплатят опять же эти денежные средства, пострадавшим, и все, и все зашибись. Нет, надо самим участвовать. И поэтому идет вторая дорога, по которой мы должны пойти. Забастовка. Это, да, звучит по-детски глупо, но представьте, что в течение недели никто не будет ходить в торговые центры под предлогом того, что настроите свою логистику относительно запасных выходов и экстренных ситуаций, и тогда мы вернемся. Знаете, что будет? Они пиздец, сколько денег, блядь, потеряют. Это будет удар по их карману, по их бюджету. И может быть только после этого, не после того, как президент или премьер-министр или какие-нибудь другие жирные министры что-то будут говорить. Нет, именно после того, как они начнут терять, у них что-то там закрутится, они подумают и, возможно, включатся в нормальную, блядь, работу. Потому что я не хочу ходить в торговые центры, где, если вдруг что-то произойдет, мне будет проблематично оттуда уйти. Потому что, блядь, вахтер не открыл дверь. Потому что в управляющей компании ему об этом забыли напомнить, потому что им, блядь, плевать. Они просто деньги получают и все. Поэтому я призываю скинуть денежные средства тем, кто пострадал, потому что это могли быть и вы. И устроить такую забастовку. Хотя бы распространять хэштег забастовка ТЦ, чтобы было понимание, что нас много. И в ближайшую неделю стараться избегать этого. Продукты можно купить и в маленьких пневмаркетах. Толстовка подождет. Кеды тоже. Безопасность важнее и зона комфорта важнее. Самое главное донести, что зона комфорта должна быть не только в квартире, а, блядь, везде по всей стране. А то мы так и будем жить в говне. И никогда не будем этой красивой Европы. Никогда, блядь, не будем этой ебаной красивой Европой. И никогда мы не будем, блядь, называться страной надежд. Нет, блядь, странно стагнаться изгоревших детей, еб вашу мать. На этом все. С вами был Данил Ирышкин. Самый субъективный продаж всего Ютуба и всего интернета. Не будьте нормальными, потому что вот, блядь, какая нормальность у нас сейчас. Будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.